МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня об итогах фестиваля, о том, как он проходил, об участниках, мы разговариваем с министром культуры Вадимом Ефимовым. Здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, можно ли сейчас уже подвести итоги и поговорить о том, как прошел фестиваль? Первый. Первый. На самом деле, этот фестиваль был особенный, и статус первого международного обязывал ко многому. И сразу же можно с уверенностью на сегодняшний день сказать, что первый, блин, он не оказался комом. Как мы заявляли, международный статус был подтвержден участием в этом фестивале коллективов из Сербии, из Украины, из Казахстана, из Болгарии, из Литвы. И наши соседи нас поддержали. Это Татарстан, Мордовия, Мариел, Ханты-Мансийск приехали. Поэтому география участников была представлена очень широко. Поэтому и работы, которые были представлены на фестиваль, они были разнообразные и в какой-то степени, может, необычные, непривычные для нас, но они были интересные и вызывали большой отклик и любовь зрителей. Поэтому фестиваль удался, это однозначно. И мы определенные итоги этого фестиваля уже подвели. И на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что международный фестиваль и будет жить дальше. В принципе, мы на сегодняшний день уже готовим, прорабатываем вопросы об организации проведения этого фестиваля уже в следующем году. То есть второй международный фестиваль для особенного зрителя, одинаковыми нам быть не обязательно, он, по сути, уже начинает работу свою. Организационные вопросы, репертуарная политика, программа фестиваля, она потихоньку уже начинает формироваться уже сегодня. А те коллективы, которые приехали к нам в республику, показали свое творчество, они, во-первых, оставили частичку своего сердца здесь. Они подарили тепло, надежду, любовь тем особенным зрителям, особенно вот маленьким зрителям, которые вот в силу жизненных обстоятельств находятся на сегодняшний день в такой вот тяжелой жизненной ситуации. И вот это дорогого стоит, когда на лицах этих детей видишь улыбку, видишь блеск в глазах, это стоит того, чтобы проводить такие фестивали. А с чем связано рождение этого фестиваля, особенного фестиваля, именно во многонациональной Чувашии? Почему именно столица Чувашии, Чуваксары, принимала такой вот солидный уже, ну, можно понять, что солидный фестиваль? Ну, здесь, давайте вот начнем с истории, потому что мы к этому фестивалю ведь не пришли просто так вот, вот захотели сделать этот фестиваль и сделали. А в этом направлении, чтобы родилось такое мероприятие, большое, значимое, нужное на сегодняшний день, была проделана кропотливая работа на протяжении последних нескольких вот пяти-шести лет. По сути, в 2009 году началась реализация проекта вот Чувашского государственного театра «Кукол» для вот лежачих инвалидов, которые не могут, к сожалению, посещать театр. И наши артисты осуществили специальную постановку и начали ездить по квартирам, по домам и знакомить вот со своим творчеством. Потом было еще несколько проектов уже, вот участники этого проекта, они прибавлялись, и вот как бы закономерным таким, наверное, результатом вот реализации нескольких маленьких проектов стал этот фестиваль. Я здесь хочу выразить слова большой благодарности Совету Женщин Республики Ольга Юрьевна Зайцева, которая вот откликнулась, поддержала этот проект, этот фестиваль, Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики Владимировна Самойлова, которая тоже принимала непосредственно участие в организации и проведении этого фестиваля. Эта «Кукол» как бы непосредственно организатор этого большого дела, ну и многих-многих людей, потому что фестиваль, он... Вот это такое дело, такое мероприятие, которое невозможно провести одному. Это появляется в жизнь только благодаря вот участию, сопереживанию многих-многих людей. И таких людей в нашей республике, в городе оказалось очень много, и мы его поэтому достойно на высоком уровне провели. Три года театр «Кукол» осуществлял проекты, связанные вот как раз для особенных детей. Проводил выездные какие-то спектакли. В остальных учреждениях культуры как-то задействованы музеи, у нас есть библиотеки, другие вот учреждения. Где-то проводится вот эта вот работа? Конечно, работа в учреждениях культуры, как и в республиканских наших учреждениях, так и в муниципальных проводится колоссально. Очень много мероприятий, реализации всевозможных проектов. Я здесь хотел бы отметить, конечно, прежде всего, эту специальную нашу библиотеку имени Льва Николаевича Толстого, которая обслуживает слабовидящих и слепых читателей. Вот люди со слабым зрением, они имеют возможность получать весь набор, комплекс услуг, в том числе и знакомиться с новыми изменениями в законодательстве именно только в этой библиотеке. И специальная литература, где это все им предоставляется, вот это одна наша библиотека. Ну и наши, конечно, и другие театры, они осуществляют проекты. Кстати, я хочу сказать, что наше учреждение культуры имеет возможность по льготным ценам, вот это особая категория людей, посещать специальные приказы во всех учреждениях у нас изданы, что скидки предусмотрены для посещения наших мероприятий, концертов, спектаклей. И, конечно же, тут большая работа проводится и нашими музейными центрами. Это Национальный музей со своими филиалами и Художественный музей. Вот какие формы и методы работы с ними, кроме спектаклей, выставки, организации? Может быть, как-то волонтеры еще помогают, они же тоже посещают детские дома. Да, 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 конечно. Они тут осуществляются и выездная работа, во-первых, вы правильно отметили, наши творческие коллективы, они выезжают в эти учреждения, они не просто, скажем, показать концерт или спектакль, а проводятся какие-то творческие встречи, мастер-классы, где люди знакомятся с какой-то профессией, знакомятся с мастерами сцены. Вот большая работа в этом направлении, наверное, надо это особо подчеркнуть, проводится нашими школами искусств, художественными школами, музыкальными школами. Вот это особая категория, когда там же, если мы говорим о категории детей, сверстники знакомят творчеством, мастерством своих сверстников. Это особенный контакт и особая такая передача информации, энергетики, она присутствует. Большая проблема, вопрос, нерешенный на сегодняшний день, это обеспечение доступа, доступа инвалидов в наши учреждения культуры. Это мы говорим о реализации проекта, программы «Доступная среда». Наши учреждения, многие наши учреждения культуры, особенно республиканские учреждения культуры, они построены в 60-х годах, в 70-е годы. Не проектировались специальные устройства, пандусы, подъемники для доступа инвалидов в эти учреждения. Но на сегодняшний день ситуация начинает меняться. У нас национальная библиотека обзавелась, архивы, национальный музей, которые постепенно эту программу воплощают в жизнь и обеспечивают доступ. Программа продолжит действие. Она очень актуальна. Да, она актуальна и будет в нашей республике активно внедряться. Все для этого делается. Да. Что ж, Вадим Петрович, спасибо большое, ответили на все наши вопросы. Спасибо. Приходите к нам еще. Спасибо. А я с вами прощаюсь. Это была программа «По существу». Всего доброго вам. До встречи в эфире национального телевидения «Чувашия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова